Очень интересно. Я как бы нахожусь в английском городе, но у меня такое ощущение, что я вовсе не в Англии. У нас много мечетей в нашем небольшом городе. Сколько? Ну, порядка 30. Да, это немало. Да, немало. Вот так я испытала экстремизм, о котором я так много слышала. Аллах Велик, скандирует мусульмане. Да сгорит Британия в огне. Пусть горит британская полиция в аду. Я не совсем понимала, почему они протестуют, но напряжение было очень высоким. Наши матеря, наши женщины, как смеют они, эти британцы. Суть протеста заключалась в том, что арестовали жену экстремиста, который установил бомбу в Стокгольме в 2010 году. Мне трудно поверить, что здесь происходит. И это разбивает мое сердце, что это происходит в самом британском городе, в том городе, где я родилась. Прочь руки от мусульман, скандирует. Мусульман, как говорит, это послание для того, чтобы остановить агрессию. Это ваше послание, чтобы британская полиция горела в аду? Никто не хочет, чтобы мусульмане горели в аду. Но они должны быть в ответе за то, что они сделали. Это последствия их действий. У вас есть право выбора. Нет. Вы или верите, или вы не верите. У вас, британцев, такой выбор, что... То вы выбрали такую одежду, которую вы носите, и смотрите на них голой. А я выбрал такую одежду, которая соответствует уставам ислама. Ты, например, ходишь голой на улице. О, я действительно хожу голой? Вы так думаете? Вы не должны судить обо мне. Ведь я вас не сужу. Когда я вас судила? Ну, вы только что сказали, что я пытаюсь кого-то соблазнить. Кого я же пытаюсь соблазнить? Да, я имею право вас судить. Иди, надень на себя одежду. Вы выбрали ту одежду, в которую вы ходите, а я выбираю ту одежду, в которую я хожу. И не смейте говорить со мной таким тонким. Другой мусульманин подходит и говорит, это мой город. Извините, но это тоже мой город. Я в нем родилась. Этот же мусульманин предлагает ей уйти с этой улицы, с этого процесса. Он же говорит, если ты не уйдешь, я тебя сам отсюда выведу. Мне совсем не страшно. Всегда старалась проявлять симпатии к тем людям, которые отличаются от меня, религии и традициями. Вот это меньшинство пытается установить здесь свои правила. Говорит мне, что я должна одевать, во что я должна верить. Что я своей одеждой якобы кого-то соблазняю. Как обидно. Так что вы считаете, справедливо говорить, что британская полиция горела в аду? Здесь свобода слова, и мы говорим то, что мы хотим сказать. Разве в Коране не говорится, что вы должны уважать законы те истонны, в которой вы живете? Нет, не говорится. Господи, а я думала, что да. Самое печальное то, что у их детей даже и нет выбора. Они будут воспитаны именно по тем традициям с законом нетолерантности, который проповедует их родители. Может, я смогу поговорить с более умеренным мусульманом, который часто выступает по телевидению против экстремизма мусульман. Энджем Чей. Объясните мне, пожалуйста, что это за группа и против чего они выступают. Это обыкновенные люди из мусульманского общества, из города Лютон. Они выражают протест, который провела британская полиция против двух мусульманских женщин. Какой же вы предлагаете решение, если мусульмане сами нарушают закон, как с ними должны работать? Если закон исламский, мусульманский, тогда мы его будем уважать. Если закон не подчиняется законам ислам, тогда пусть идут все в ад. Коран 33 глава, 1 стих. И там говорится, не подчиняйся неверным и лицемерам. Дэвид Кэмерон, он кто? Верующий? То есть мусульман или неверующий? Он неверный. А, он неверующий. Так что мы не можем подчиняться, мы не можем подчиняться его законам. Так что всех в ад, включая других британских лидеров. Те, кто не являются мусульманами, они все пойдут гореть в аду. Вы действительно в это верите? Но вы меня совсем не знаете, и вы уже говорите, что я пойду в ад. Для меня достаточно то, что вы не мусульманка. Если вы не мусульманка, то вы, несомненно, попадете в ад. Но дело в том, что у вас не все потеряно. Вы можете поменяться и стать мусульманкой.